Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри утверждает, что его сын легко победит Александра Усика. Бой с Энди Руиса. Если только Тайсон Фьюри не выйдет и не скажет об этом, не верьте ни одному слову. Не верьте, если только не услышите об этом от него. Он отвечает за супер тяжелый вес. Больше там никого нет. Тайсон стоит особняком. Так почему он должен упускать свой шанс? Он хочет денег. Тайсон хочет, чтобы всем заплатили. И он желает получить больше всех, потому что на этого заслуживает. Я говорю ему, чтобы он получил столько денег, сколько может. Тайсон может победить Усика одной рукой. И я в любой компании рискну сказать, что Тайсон – цыганский король. Лучший супер тяжеловес в мире. С большим отрывом. Пока там больше никого нет. Никто даже близко к нему не подобрался. Всем привет, вы на канале Воин. И вы смотрите главные новости бокса последних дней. Погнали! Райан Гарсия прекратил сотрудничество со своим наставником Джо Гусиным. Гарсия провел под руководством Джо три поединка. В последнем досрочно проиграл Джеронту Дэвису. Джо не дал комментарий ESPN перед выходом новости. А по информации источников издания, Гарсия еще не определился с новым тренером и планирует продолжить свою карьеру в первом полусреднем весе. Американский тренер Джефф Майвезер считает, что главная проблема Василия Ломаченко заключается в том, что после перехода в профи он продолжил драться в любительской манере. Ломаченко – один из величайших боксеров-любителей в истории. Но у него была очень длинная любительская карьера, и порой это влияет на твою карьеру в профи. В общем, сейчас его проблема в том, что он до сих пор дерется как любитель. Ломаченко начал со второго легчайшего веса или что-то вроде того. Так что он маленький боец. Но чтобы заработать хорошие деньги, Ломаченко должен драться с более крупными боксерами. Именитые бойцы владеют титулами в более тяжелых весах. В любителях ты пытаешься победить по очкам, ты не пытаешься нокаутировать соперника. Но не поймите меня неправильно, Ломаченко – выдающийся любитель. Он провел около 400 боев и проиграл только однажды. Это безумие. Мне нравится Хэйни и Джерлонто Дэвис. Когда их поединок устроить, тогда я что-то скажу. Но сейчас я об этом не думаю. Не поймите меня неправильно. Но сначала Хэйни должен пройти Ломаченко. Я считаю, что он победит. Я думаю, что Дэвин, как и Таефимо Лопес, окажется слишком большим для Ломаченко. Но это будет хороший бой с обеих сторон. Если Ломаченко начнет драться с первого раунда, в отличие от поединка с Таефимо, тогда он не дрался до шестого раунда. Нельзя отдать шесть раундов и победить. В бою только 12 раундов. Это уже не больше, чем ничья. Гордон Кромвелл, тренирующий Роландо Ромеро, ставит на Дэвина Хэйни в бою против Василия Ломаченко. Хэйни перебоксирует его и не пропустит. Считаю, он слишком крупный, слишком сильный, слишком умелый и с крутой защитой. Так что Лома без шансов. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.